Добрый день! Сегодня я впервые провел Часовую программу на Чикагском радио Народная волна И каждый понедельник В 3 часа по Чикагскому времени Или в час по Лос-Анджеловскому времени Буду ее проводить Мне понравилось Как все прошло Очень хорошие ребята руководят Народной волной Это Сережа и Юлия Зацепины И мы вместе с Сережей были С этой стороны Радио, а с другой стороны люди звонили Спрашивали вопросы, высказали свое мнение Было живо и хорошо Так как сегодня у нас В жизни начали происходить Интересные события Потом я дополнительно Что-то расскажу еще об этом Но сейчас я бы хотел поговорить о том Что у нас горячо, жарко И о чем сейчас все кричат Сегодня мы узнали, что Сюзен Райс Которая ранее была представителем Америки в ООН А затем стала помощником президента По национальной безопасности Ну как Киссингер когда-то И была тем самым Высокопоставленным лицом Которая распорядилась Открыть имена Американских граждан Якобы случайно Подслушанных Во время слежки За иностранцев Сюзен Известна тем Что после убийства Посла США в Ливии И разгрома помещения В котором Он был С лесскими Своими сотрудниками Она сказала Что атака не была запланирована Что это не террорист А это просто случайно Вот люди Которые собрались На митинг По поводу того Что вот в Америке На Ютюбе Был какой-то Краткопитражный фильм Говорящий очень плохо О Мухаммеде И вообще об исламе И поэтому они так обозлились Что принесли с собой Гранатометы Значит Автоматы И сняли охрану Которая местная охраняла Там И вот расстреляли Посла нашего Значит Ну Месяц назад Значит Она Ну вы понимаете Да что это было Не совсем правда Значит Месяц назад Когда на телеинтервью Значит Та же самая Сюзен Райс Спросили Знает ли она что-то О слежке за людьми Из штаба Трампа И почему вдруг Именно их имена Оказались открыты Значит Сказала Что ничего не знает Об этом Представить себя Такое Ну просто Не может Значит Меня лично Интересует Как можно В чем-то верить Сюзен Райс Значит После ее вранья О Бенгазе Значит О всей этой истории С послом Значит Как можно В чем-то верить Хиллари После ее вранья О сервере Там Эмейлах Которые Так сказать Она там Отправляла Не отправляла Не знала Что они секретные И вообще И как можно Верить В чем-то Обаме После того Он врал Значит О законе По медицине Который Они Значит Он и его банда Значит С помощью Подкупов Запугиваний Обманов Засунули в глотку Сначала Конгрессу А потом Все Америки Значит Ну Каждый раз Чудные Хорошие люди Американцы Удивляются Что угун Значит Соврал Опять Вот Не могут поверить Ну Ничего Поверят Значит Придет к ним Наш опыт Господа Европейские Социалистические И поверят Значит В чем же важность Того Что сделала Если все подтвердится Значит Сюзан Райс Почему Полстраны Требует ее крови И некоторые Даже и головы Дело в том Что именно То чего больше всего Боятся американцы Уже 200 с лишним лет Что государство Сможет их подслушивать Отслеживать Шантажировать И знать о них все Значит Похоже Начало При Обаме Происходить Мне могут сказать А что еще ждать От социалистов Да Значит Но у нас У жителей Великой страны Америки Были все-таки надежды На то Что наши социалисты Все-таки немного другие Они демократические Социалисты Ничего не помогает Что демократические Что не демократические К сожалению Такие же вруны Как всегда И везде Значит За нами следят Нас записывают Записанное Складывают И если надо То могут Посмотреть С кем И о чем Ты говорил Там Или писал Значит По имейлу Пять лет назад Значит То что Орвел называл Большой брат Похоже Начало воплощаться В жизнь Пока Застенчивая Из-под тишка Но с целью Уничтожить Политического противника А завтра С целью Уничтожить Конкурента Значит Украсть секрет Значит Бастион свободы Колыбель Индивидуализма Соединенные Штаты Америки Начали падать В черную яму Которая называется Значит Социализм Диктатура Называйте Как угодно Значит Судьи стали бы Принимать решения Выгодные кукловодам Идеологические противники Сидели бы По тюрмам Либо бы разорились И подозрительность Ненависть Страх Стали бы Сохватывать Население страны Зажатые в тишке Слежке И тотального Подчинения тем То есть В руках у кого Информация И более никогда Бы не было у нас Смены власти Как бы красиво Выборы Перевыборы Недовыборы Бы не преподносились Один Из десятка Главных Людей страны Приобаве Приказал Открыть имена Политических противников Другой Приказал Эту информацию Распространить Как можно шире А третий Или третий Начали сливать Эту информацию В прессу Совершенно Наплевав Как это скажется На отношениях Америки С другими странами Наплевав На законы И наверное Главное Что наплевав На то На чем стоит Эта уникальная Страна В которой человек Был всегда важнее Общества В котором считали Что страна Может быть бедная Люди богатые Когда у человека Не могли отнять То что Принадлежит ему Что он заработал Даже если Ради самого Благого дела На белом свете Это было его И надо было Его просить Об этом Если ты считаешь Что надо Помогать медведям На Гамалай Помогай Но ты не можешь Заставить Меня Помогать этим Медведям Я может быть Хочу помогать Охотникам На медведей Это мое право Делай что хочешь Пока ты не трогаешь Имущество соседа И не наносишь Ему вреда Это был Принцип Америки Сюзан Райс Носила вред Как стране Так и людям Этой страны Если все подтвердится А пока что Она не отвергает Обвинений То она Преступник Против закона И против духа Америки Можно ли предположить Что Райс Сделала это Без того Чтобы Обсудить все С самим Обамой И или С Валери Джаррет Может быть Вы не знаете Этого имени Но в Америке Ее называли Серым кардиналом Силой за троном И некоторым И даже истинным Президентом страны Валери Верующая мусульманка Ставшая Конфидантом И близким другом Обамы Пары Обам Мараку И Мишель Итак Верха администрации Не только знали Но и похоже Распоряжались Следить за республиканцами Значит Никсон ушел С поста президента С позором За то что его Ближайшее окружение Следило за демократами И их предвыбранной Компанией Но дело в том Как я уже говорил Глубже Можно Следить за многими Другими Можно Их Сантажировать Можно с помощью Раскопанных секретов Убирать их С своего пути А если Дальше Пойдет дело И бюрократы Наверх На верхах Могут Это дело На пользу Их Идеологической идеи Как насчет Того Что они Начнут Это делать Не только С политическими Какими-то Противниками Но и с конкурентами Скажем Есть у тебя друг Которого фирма И есть у него конкурент Что бы дал твой друг За то Чтобы узнать Все секреты Своего противника Своего конкурента Значит Если все это так То Чем тогда Отличается Президент Обама От президента Путина Еще не набрал силы Чтобы остаться Пожизненным президентом Еще не Взрывал подъезды Чтобы объявлять войны Так ведь Не надо это в Америке Просто получаешь Триллион на спасение Экономики Раздаешь друга нам А кто чужой И смотивляется То с помощью налоговой И с помощью прослушки Слежки И давления Можно его быстро заткнуть Правильно? Ну ладно Это я из области фантазии Я надеюсь Что пока Власть в Америке Еще далека От убийства журналистов И расстрела Политических противников Но при Обаме Мы шли к этому Семимильными шагами Значит Сюзан Райс Может Принять вину на себя А может Доказать Может быть Что она все делала Законно Так как мы не знаем Какие там распоряжения Подписывал Обама Меняя законность На незаконность И наоборот Значит Ему же надо было Прикрыть эту деятельность По уничтожению Политических врагов А может быть Она выйдет сухой Из воды Я не знаю Может быть Она начнет петь И посадит всех В обмен на то Чтобы самой Не взлететь в тюрьму Вот Но интересно Еще одно Интересно Что СНН Сегодня уделила Кучу времени На обсуждение Роли дочери И зятя Трампа В правительстве Значит Пугала Что этот зять Ничего не знает Ни в чем Что он ничего не умеет Ни в чем не разбирается И поставлен Решать проблемы Серьезнейшие проблемы Страны А они конечно Совершенно забыли Что обожаемым имя Обама Ничего не знал Ни в чем не разбирался И не имел Ни малейшего понятия Как руководить Даже кружком пения До того Как стал президентом Боюсь Что он ушел Не имея этих знаний Значит И с поста Через 8 лет А зять Трампа Джаред Кушнер Между прочим Успешный бизнесмен Строитель И прекрасный переговорщик А еще СНН говорили о том Что люди Трампа Встречались Тайно встречались С представителями Путина Но пока не знают С кем И не знают О чем говорили Значит По слухам Говорили о том Что Чтобы Россия Перестала поддерживать Иран Когда представитель Обамы Тайно встречался С иранцами Значит То после обнародования СНН говорила о том Какой Обама Молодец Значит Другой источник Утверждает Что вообще Эта встреча не была С русскими А значит Выслушала предложения Эмиратов По тому Как вести Значит Действия против Ирана Значит А СНН Посвятила этому полдня Значит Лучше бы уже поставили Лебединое озеро Хотя бы потом Стыдно не было Да Третий источник Не то Не то что Наша разведка Занимается охраной Страной от врагов Она занимается Охраной страны От Трампа Две недели тому назад Председатель комиссии По расследованию Утечек Значит Республиканец Сообщил Что он видел Докодательство Слежки За командой Президента А Если бы Хилари Пришла к власти То она бы Не только продолжила Эту практику Но и Значительно Расширила бы ее Хилари Необыкновенно Любит деньги И власть Она значительно Более похожа На Путина Чем Трампа А Я думаю Что-то типа Антагонизма Значит У людей Сходных по целям И задачам Значит Личного обогащения И неконтролируемой Власти Все Что Америка Выбрала Трампа Значит Что нервы Значит Которые были у всех нас Видя куда идет Америка Они немножко Начали успокаиваться Хоча еще не полностью Успокоились Счастье Что нарывы Значит На теле Америки Начали Тихо прорываться Я надеюсь Что Мы очистим нас От От этой Социалистической Диктатурной Скверны Вот На сегодня все Большое спасибо И до следующих встреч